Сегодня я расскажу про интерфейс терминалов и псевдотерминалов, что это такое, что он из себя представляет и как вообще там, откуда он пошел. Ну, надо начать, я думаю, вообще даже и с 60-х годов, когда одним из средств подключения, собственно, человека-машинного интерфейса были, ну, в общем, комбинации, можно считать, что так, печатающая машинка. То есть принтер плюс клавиатура. Принтер мог вводить текст, который передавался от компьютера, ну, и то, что вводилось с компьютера, отправлялось на, вводилась в клавиатуру, отправлялось на компьютер. Вот такие вот терминалы, ну, здесь терминал просто означает, что оконечное устройство, терминус латинское, там много у него смыслов, разделитель, там оконечное устройство. Такие терминалы, они подключались, собственно, к компьютерам по то, что называется сейчас последовательным интерфейсом. Ну, то есть сначала это были какие-то проприетарные интерфейсы, потом это был стандартизованный интерфейс RS-232, то есть такой вот интерфейс, последовательный, в котором у нас, условно говоря, есть один проводник для передачи данных, и мы последовательно в этот проводник передаем нулики и яички. На современном уровне это там скорее что-то типа USB будет, конечно же, там современный USB намного более быстро, чем ранние последовательные интерфейсы. Ну, примерно по смыслу одно и то же. Соответственно, самые первые терминалы, они, естественно, были очень дни. И скорость ввода, ну, конечно, скорость ввода символов, она ограничивается там скоростью печати человека, а скорость вывода символов, она ограничивается механической скоростью вот появления символов в печатающем устройстве. если измеряя ее, например, в битах в секунду или бодой, ну, например, там была скорость 300 бит в секунду, 300 бод в последовательном интерфейсе и так далее. То есть вот уже тогда возник некоторый такой последовательный интерфейс подключения оконечных устройств человеческого интерфейса к компьютеру. Очень простой. Ввод с клавиатуры, вывод, ну, какой-то вывод, условно говоря, последовательный вывод, как принтер. Ну, и то даже принтеры тоже очень быстро совершенствовались. И даже когда принтеры были еще более-менее последовательными устройствами, там в поздних моделях принтера появилось и произвольное позиционирование по строке, и там даже по столбцам, где-то даже вывод графики на матричных принтерах. Когда появились электронно-лучевые трубки, появились такие вот терминалы, основанные на электронно-лучевых трубках при скавиатур. Вот на этой фотографии изображен терминал ВТ-320. Один из самых популярных терминалов, которые были вообще в истории компьютеров того времени. То есть это с 70-х до конца 80-х годов. Вот таких терминалов было произведено больше одного миллиона экземпляров. Это тоже получается, что у нас устройства двухсторонние, клавиатуры с одной стороны и экран с другой стороны, которые подключались к компьютеру по уже с такому времени совершенно стандартному интерфейсу RS-232. Ну и в принципе, если вы найдете такой вот терминал, они еще и побывают, в настоящее время можно найти их, и его подключите по RS-232 интерфейсу, а скорее всего к переходничку между USB и RS-232, такие тоже бывают, к современному компьютеру, вы получите в принципе вполне себе такой функциональный терминал, в котором очень много можно сделать, который по функциональности, в общем-то, будет не уступать тому, с чем мы работаем в окошке оконной свиты, то есть консоль, экстерм и аналогично. То есть это будет то же самое, но только на аппаратном уровне, подключенное по интерфейсу. Соответственно, у нас, когда мы, то есть изначально ввод с клавиатуры был только латиница, маски и коды, ну понятно, что вот даже, как вы видите, у терминала WT-320, в принципе, уже стандартная 101-кнопочная клавиатура, которую мы с вами уже привыкли видеть на персональных компьютерах. Соответственно, вот тех кодов, которые эта клавиатура может посылать, естественно, что их даже там в байт не влезет, там гораздо больше, чем 256 различных комбинаций символов. То есть тут уже, с одной стороны, для таких терминалов происходит усложнение ввода, ну а с другой стороны, когда мы делаем, когда мы имеем дело с электронной трубкой, то есть, по сути, с двумерной матрицей, у нас есть строки, столбцы, и модель чисто последовательного вывода, ну, который разве что добавляется символы backslash R, backslash N, возврат калетки, перехода на строку, она тоже становится такой вот, ну, неадекватной для настоящих двухмерных терминалов, даже не говоря уже и о графике. Более потенние модели терминалов поддерживали и цвет, и, то есть, все расширялось. То есть, усложнение аппаратуры, вот этой вот оконечной аппаратуры, с одной стороны, оно происходило без какого-нибудь изменения физического интерфейса, вот как у нас был протокол RS-232 на физическом уровне, чисто последовательный протокол, который присылает байты в обе стороны. Так он у нас оставался. Соответственно, усложнение терминалов, оно приводило к усложнению протоколов, что называется не физического уровня, ну, а, вот здесь, наверное, будет это называться протокол прикладного уровня. То есть, например, при нажатии каких-то клавиш, например, F1, F2, терминал посылал в компьютер уже не просто одиночные коды символов, а какие-то целые последовательности. И наоборот, терминал умел обрабатывать какие-то последовательности байт, исполняя их как какие-то псевдокоманды, то есть, модифицируя, передвигая курсор по экрану, перенося текст в разные вещи, возможно, даже перезагружая шрифты и так далее. То есть, поверх вот этого вот очень простого последовательного протокола обмена данными между компьютером и оконечным устройством терминалом все время нарастал и усложнялся вот этот вот уже язык, скажем так, с помощью которого можно было терминалом управлять, и с помощью которого терминал, в общем, реагировал на тот вот, который у него появлялся. Соответственно, вот, хотя вот этот 320 был самым популярным, он, естественно, был не единственным. То есть, каждый вендор предлагал какую-то свою модель терминалов, иногда относительно совместимые друг с другом, иногда относительно совсем несовместимые друг с другом. И у операционных систем, естественно, возникла задача, что у нас к одной и той же операционной системе, например, к одному и тому же Unix или BSD Unix, работающему на COVID-19 в Аксе, могло быть подключены терминалы разного типа, и операционная система должна уметь с ними работать. То есть, помимо, ну, понятно, что уровень физически один и тот же, но уровень именно протокола правления терминала в каждом случае все-таки был разный. И даже если не операционная система, то некоторые важнейшие прикладные программы, хотя бы, например, такие, как редактор текста и AI, аналогично должны уметь работать с разными терминалами. Соответственно, у нас появилось некоторое описание свойств терминала. То есть, описание того, какие команды этот терминал поддерживает и что он возвращает при тех или иных входных воздействиях на клавиатуру. Ну, вот здесь вот используется утилита InfoKMP, которая, в общем, дожила до нынешнего времени. Вот. И тут нам показывается, что этот терминал умеет. То есть, у этого терминала есть, собственно, хардварный flow control. У этого терминала 80 строчек и 24 строки. Позиции табуляции 8, вертикальных табуляций 3, плюс разные управляющие последовательности ввода и вывода. Например, вот здесь вот указано, что при нажатии клавиши F1 этот терминал посылает, собственно, на хост компьютера последовательность символов KF1. Вот, при нажатии клавиши F2 терминал посылает на хост компьютер последовательность клавиши BXE, это ESC, то есть код 27 или код 33, 0Q, ну и так далее. Соответственно, с другой стороны терминал умеет реагировать на разнообразные управляющие команды. Вот там, например, включение шифта, очистка терминала. Чтобы, например, очистить терминал, нужно на него поставить комбинацию клавиши ESC, открывающая черточка, скобочка H, вот такую последовательность команды. Можно это проверить. То есть я могу посмотреть текущий мой модель терминала. Вот у меня этот терминал идентифицируется как Xterm.256 клавиши ESC. И могу посмотреть его свойства с помощью InfoCamp. Xterm терминал, ну как сказать, до определенной степени совместим с WT3.220. На самом деле, все вот эти терминалы, которые эмулируют вот такую работу в консоли, они, так иначе, совместимы и наследуют эту систему команд, которая была в тех старых аппаратных терминалах WT320 и WT320. Вот у меня, вот, WT220, например. А, ну, вот, Xterm.com. И я могу, вот у меня сейчас здесь 80 колонок, строк 24. Например, если я зарезайзю это окошко. У меня Properties поменяется. А, нет, даже не поменялось. Так, и чтобы сбросить терминал, а, ну, вот у меня есть команды escape1m. То есть я могу сделать так, cut. И как-то там, по идее, могу включить... А, сейчас, секундочку. Давайте так сделаем. Вот, обратите внимание, что у меня вот эти вот буковки, в общем-то, жирные. То есть, может, здесь не очень видно. А, ну, вот, явно видно жирный шрифт. То есть вот этой вот комбинацией byte27, то есть escape, он здесь отобразился мне, как крышка, открывающая скобка кванатная. И дальше скобочка 1m, я переключил режим, переключил терминал в режим жирного шрифта. Или, например, сбросить я его могу... У меня есть reset, но есть у меня clear. А я его могу очистить escape. Давайте сделаем. Escape. И... h и 2g. Вот. Да, и у меня есть просто команда reset, которая сбрасывает настройки терминала в дефолтное состояние, если я там что-то неправильное, что-то странное с терминалом учу-то делаю. Так. Соответственно, вот такие свойства каждого терминала у меня документированы. Вот в t220 идет теперь так. И... Соответственно, все программы могут этими свойствами терминала пользоваться и могут модифицировать, то есть настраиваться на конкретный терминал. Это, в частности, касается ну, в общем-то, всех программ. Например, вот у меня есть тот же самый редактор VI или Vim, который работает вот в полноэкранном режиме. И, собственно, в зависимости от настроек терминала Vim будет отправлять те или иные управляющие последовательные, которые будут переключать. Вот, допустим, вот здесь вот мы видим, что даже он выводит в цвете. Но для вывода в цвете Vim использует те же самые управляющие последовательности, которые вот у меня здесь показаны. Xtm здесь в 6-калов. То есть он вот передает вот эти вот последовательности byte для позиционирования курсора, переключения между цветами и так далее. Если я сейчас, например, цветность отключу, терм, например, VT320. Все равно у меня цветной, но, видимо, там он как-то запрашивает свойства терминала. Вот, то есть все это происходит вот такая достаточно сложная достаточно сложная взаимодействие с консолью. Происходит с помощью обычного последовательного интерфейса, с помощью вот таких вот специальных команд, которые все начинаются с то, что называется escape последовательности. Первый код 27. И дальше какая-то команда, которая переключает режимы терминала. Или наоборот, когда мы вводим какую-то сложную, нажимаем какую-то кнопку на клавиатуре, обратно мы получаем тоже какую-то escape последовательность. То есть вот так все идет поверх очень простого последовательного, двустороннего последовательного интерфейса. Кроме того, вот возвращаясь к терминалам, что изначально, как изначально, что изначально себя представлял терминал? У нас был какую-то обработку данных вообще, говоря, она выполнялась на самом терминале. То есть ранние терминалы работали в так называемом каноническом режиме, что, ну вот, сейчас запускаю команду CAD. Условно говоря, пока мы что-то вводим на с клавиатуры, вот здесь вот, эта последовательность символов вообще даже не отправлялась на хост-компьютер. И только, например, нажав перевод строки, у нас вот это накопленное в бушле последовательность символов отправлялась в компьютер просто вот таким вот пакетом. Соответственно, можно было, пока эти данные не передались, можно было их ограниченно редактировать. У нас было удаление, у нас был бэкспейс, какой-то набор клавиш одной строки. Мы нажимаем Enter, и это все уже отправляется на хост-компьютер. Вот такой вот режим, он называется канонический режим работы терминала. И в каноническом режиме, по сути, какую-то часть буферизации выполнялась внутри терминала. Потом, в более поздних версиях Юникса, а канонический режим терминала, по сути, был продублирован в драйвере терминала. То есть, у нас возникает вот такая вот иерархия. Уже в ядре Юникса на самом физическом уровне у нас драйвер интерфейса RS-232 последовательного интерфейса, который отправляет какой-то поток байт, который принимает какой-то поток байт и управляет аппаратным флоу-контролом, то есть приостановляет в зависимости от того, как реагирует другая сторона передачи либо возобновляет передачу, выявляет обрывы соединения, ну и так далее. Вот над этим аппаратным драйвером последовательного протокола RS-232 в Юниксе появился такой вот уже драйвер терминала TTI, который уже выполнял некоторый функционал специфичный для именно терминалов. А именно он выполнял функционал, то есть по сути продублировал отчасти функционал так называемого канонического режима и это уже происходило в ядре. Что такое канонический режим терминала? Он лучше всего как раз я его продемонстрирую. То есть вот здесь если мы сейчас себе представим, что вот это у нас терминал, значит я нажимаю на какое-то делаю какой-то ввод одного символа, формируется байт данных, этот байт с терминала отправляется в драйвер, то есть отправляется на хост компьютера, попадает в драйвер сначала RS-232, потом наверх попадает драйвер терминала. Поскольку драйвер терминала работает в каноническом режиме, драйвер терминала сразу же включает эхо, то есть получив этот символ G от другой стороны, он возвращает этот символ обратно, то есть мы и вот когда я ввожу кат, я здесь вижу эхо, то есть вот этот обмен произошел в десторонное. Сначала мне условно говоря терминал прислал код символа G, он был обработан драйвером терминала и драйвер терминала отправил обратно терминал в качестве эхо код G. Там дальше все это вводится как эхо, то есть это все происходит, вот эта вся обработка, то, что я вижу вводимую строку, это все происходит на уровне драйвера терминала. потом, когда я нажимаю enter, вот эта строка, вот этот буфер, который у меня до этого момента накапливался в драйвере финала внутри ядра, попадает уже в мою прикладную программу CAD, то есть условно говоря CAD в этом месте ждал на системном вызове read, пока я тут что-то вводил и даже редактировал, CAD все еще ждал на системном вызове read, у меня эти байты до ката вообще не доходили, они обрабатывались на уровне драйвера как только я нажал enter, вот эта строка накопившаяся в драйвере внутри ядра была отправлена уже в CAD, read вернул какой-то размер, CAD скопировал, read скопировал эти данные, которые вернуло ядро уже во внутренний буфер ката, ну и CAD уже дальше отработал их тем, что уже этот буфер снова вывел на стандартный поток вывода, то есть на терминал. CAD выполнил системный вызов write, с этой последовательности байт, она ушла в файловый дискриптор номер один, она попала в драйвер терминала, попала в драйвер последовательного интерфейса, ну и в итоге оказалась в терминале, который отобразил их на нашем устройстве вывода, скажем, на электронной лучевой трубке. То есть вот тут получается такая двухуровневая схема, и поэтому если я использую простой утилитель типа CAD, я буду мой ввод выглядеть дважды. Первый раз это эхо ввода, которое обрабатывается на уровне драйвера, второй раз это собственно то, что мне показал CAD, то, что было введено в программу CAD. Это канонический режим терминала. Соответственно, помимо этого, в каноническом режиме терминала драйвер терминала берет на себя обработку некоторых специальных последовательностей, приводящих, например, к посылке сигнала. То есть, когда я нажимаю CTRL-C, что у меня происходит? У меня непосредственно с терминала в компьютер отправляется байт 3, то есть управляющая последовательность 3, ASCII-код 3. Этот ASCII-код 3 принимается сначала драйвером RS-200 последовательного интерфейса, потом он попадает в интерфейс в драйвер терминала. Драйвер терминала, получив код 3, его отображает обратно с помощью механизма эха в виде крышка C. Это тоже пошел вывод от драйвера терминала обратно в терминал, и поэтому мы на терминале увидели CTRL-C. Помимо этого, получив специальный код CTRL-C, драйвер терминала в ядре операционной системы отправляет некоторым процессом, точнее будет сказать, процессом текущим основным процессом данного терминала сигнал сигнала 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 исходит от драйвера терминала и отправляется процессом, которые сейчас работают на этом терминале. Это относится к сигналу сигнала сигнала CTRL-C, CTRL-C, сигнал CTRL-Z, то есть когда нажимаю CTRL-Z, процессом отправляется сиг-стоп, CTRL-Backspace, SIG-QUID и так далее. Точно так же в последовательности CTRL-D, я допустим сейчас вожу, я нажимаю CTRL-D, терминал этот CTRL-D отправляет как код 4, он ловится ядром, ловится драйвером терминала, и уже драйвер терминала отправляет, ну точнее сигнализирует текущий работающий программный терминал признак конца года, 0, то есть RIT возвращает 0. То есть на уровне взаимодействия именно терминала как устройства и ядра операционной системы у нас туда ходят байты, байты 3 как CTRL-C, байты 4 как CTRL-D и так далее. А часть из этих специальных байтов обрабатывается на уровне драйвера терминала и переводится в какие-то специальные условия, которые отправляются процессом, работающим на этом терминале. И в каноническом режиме всю эту работу берет на себя собственно драйвер терминала. Но можно это все очень гибко конфигурировать, переводя терминал в так называемый неканонический режим, произвольным образом достаточно гибко настраивая настройки как физического уровня, так и предобработки данных. И драйвер в общем может делать все, что вы ему скажете. Он может никакой при или пост обработке не делать, просто все, что он получил с другой стороны отправить вам, все, что вы отправили в драйвер TTI отправить дальше. Собственно поэтому управление терминалом или там управление последовательным интерфейсом, а вот в Unix почему-то так исторически сложилось, что последовательный интерфейс и терминал одними драйвером управляются. То есть драйвер последовательного интерфейса может еще и выполнять функцию терминала. Вот это гибкое управление реализовано на четырех уровнях. То есть это вот уровень физической, например интерфейса RS-232 или аналогичного, на котором я задаю скорость передачи, паритет и так далее. Второй уровень это предобработка полученных терминал данных, то есть вот как я сказал, Ctrl-C, хотим ли мы его переводить в сигнал сигналы или не хотим. Третий уровень это постобработка выводимых на терминал данных, то есть данные, которые процесс пишет интерфейс тоже еще постобрабатываться и мы можем этим управлять. И четвертое это локальная обработка, то есть то, что происходит после предобработки и перед постобработкой это еха всякая. И соответственно, если я хочу работать с терминалом, у меня есть обычный системный вызов Open для устройства, которое отвечает за терминал, это устройство у меня может быть дев TTI какой-нибудь вот тут есть дев TTI 0 это на самом деле консоль то, что я даже тоже эмуляторы консоли, то, что у меня например в Индексе доступно, если я буду если я нажму Ctrl Alt F1 или Ctrl Alt F2 текстовое графическое вот это вот соответственно, я открываю файл терминала какой-то из этих специальных устройств вот здесь перечисленных указываю ему флаги RedWrite и указываю ему специальный флаг NoCityTi, который запрещает назначать этот терминал в качестве управляющего, то есть я могу этого хотеть могу этого не хотеть если я этот флаг не укажу и у моего процесса нет текущего терминала так получилось что он там как-то отвязался от текущего терминала то при открытии терминала этот открываемый терминал будет к нему привязан как управляющий управляющий терминал означает в частности что нажатие Ctrl C на этом терминале будет генерировать сигнт в этот процесс если это мне ок то я этот флаг не указываю. Если я не хочу, чтобы всякие управляющие последовательности символов сваливались мне как сигналы, я этот флаг указываю. Терминал двунаправленное устройство, поэтому ордвр и я получаю файловый дескриптор, который доступен и на чтение, и на запись. Если же у меня уже есть какой-то открытый заранее файловый дескриптор, проверить то, что он связан с терминалом, я могу с помощью функции стандартной библиотеки из APTI. Я здесь указываю стандартный потокового файловый дескриптор 0, если он у меня не является терминалом, то программа аварийно завершается, отказываясь выполняться на нетерминале. То же самое я могу проверить, что если у меня является терминалом или нет, и для терминалов запустить одну логику, а для обычных пайпов, например, другую логику. Так делают утилиты ls. Если я просто вывожу ls, у меня будет и цветной, и всякий там двухколоночный. Если я вывожу ls и перенаправляю в файл, у меня будет просто какой-то обычный список по одному файлу. То есть логика может меняться в зависимости от того, куда выводятся данные. И дальше в случае, если у меня некоторые файловые дескрипторы являются файловым дескриптором терминала, я могу получать его различные атрибуты с помощью функции tc-get-atter и устанавливать его различные функции с помощью библиотеки функции tc-set-atter. Ну и тут у меня есть целый набор функций, я могу варьировать его скорость. Вот удобная функция для переключения его в так называемый сырой режим micro. И, например, на физическом уровне я могу сдавать разные биты паритета, скорость, всякие такие вещи. На уровне предобработки, что я здесь задаю? Ну тоже разные какие-то разные низкоуровневые вещи. На уровне пост-обработки какая-то пост-обработка. Ну и именно на уровне локальной обработки. То есть тут, короче, при подобработке это разная специфика. Нам больше всего интересны, наверное, настройки локальной обработки. Вот, например, здесь вот я могу включать или выключать отправку сигналов, включать или выключать канонический режим, включать или выключать эхо. То есть, вот то, что у меня, какие фичи режима ввода с терминала, включать или выключать, я сейчас их могу ими управлять на уровне при или пост-обработке. То есть, если я переключаю терминал в сырой режим, я буду получать нажатые клавиши сразу же, как только они у меня нажимаются на терминале. И я буду получать коды Ctrl-C, Ctrl-D, там всякие прочие, Ctrl-Backspace, просто как коды символов 3, 4, 5 и так далее. То есть специальная обработка их отключится. Я буду получать там всякие еще управляющие последовательности, как они видят. Вот, все это настраивается на уровне пост-обработки. На самом деле, с терминалом в сыром режиме работают очень много программ. Ну, начнем с того, что вот этот баш, который интерпретарь командной строки, я думаю, более-менее любой шелл, он работает с терминалом в сыром неканоническом режиме. То есть он непосредственно баш обрабатывает именно вот сразу же, как что-то вводится, обрабатывает этот ввод, отображает его в... Сам уже баш делает эхо ввода, поэтому у меня там разнообразные клавиши, например, Back-Poist, Ctrl-R, я могу искать. То есть вся вот эта вот логика управления командной строкой интерактивной на уровне баша реализуется с помощью переключения терминала в неканонический режим и уже обработки вводимых клавиш и реакции на них на уровне неканонического режима внутри самого баша. Ядро операционной системы, драйвер терминала для этого не привлекается. То же самое там BI или Vim, который не рисует какой-то даже интерфейс. То же самое оболочка Midnight Commander. Все они работают с терминалом в неканоническом режиме. По сути, в каноническом режиме работает уже программа, то есть, например, я запускаю CAD. Баш, перед тем, как сделать экзек у программы CAD, вернул терминал в канонический режим, чтобы CAD работал с терминалом уже в каноническом режиме. Когда CAD завершился, Баш получил обратный терминал и снова переключил его в неканонический режим. Точно так же, когда запускается ваша произвольная программа, там, кого ворк, или что-нибудь трое, на время выполнения вашей программы Баш возвращает терминал в канонический режим, после того, как программа завершается, он снова переключается в неканонический режим. То же самое со всеми программами. И если вы хотите работать с терминалом в неканоническом режиме, вы уже начинаете манипулировать с терминалом сами. С помощью всяких функций, семейства tc get, getAder, tc, ct. Соответственно, точно так же. Имакс, все программы, они работают. Имакс, ВИА, ЭМЦ, как я уже сказал, работают. И вот такая логика, как я уже сказал, она появилась еще в 70-х годах, когда у нас еще были аппаратные терминалы, подключаемые к компьютеру по интерфейсу RS-232. Ну и вот эта сложная система команд, канонический, неканонический режим, они пришли оттуда. Когда аппаратные терминалы повсеместно стали, скажем так, заменяться на графические оболочки, в которых я могу запустить несколько эмуляторов терминала одновременно. Вот здесь три эмулятора терминала, их может быть десятки и так далее. Потребовался некоторый интерфейс, с помощью которых можно моделировать работу терминала. Условно говоря, вот у нас есть bash, как shell, как интерпретарь командной строки. И в принципе bash, он же ему все равно, с чем он работает. Он работает с аппаратным терминалом, он работает, может быть, с программной эмуляцией. Он точно так же удобно было бы сделать, чтобы у нас была бы эмуляция всех команд, канонического, неканонического ввода. И тогда bash, мы просто будем работать с командой строки, так как мы работаем. Поэтому в Unix была добавлена программная эмуляция аппаратных терминалов, так называемые псевдотерминалы. То есть, по сути, псевдотерминал – это средство межпроцессного взаимодействия. То есть, в случае аппаратного терминала у нас на одной стороне находится некоторый аппаратный терминал, подключаемый по RS-232, на другой стороне находится ядро. То в случае псевдотерминала у нас и с одной, и с другой стороны находятся пользовательские процессы. И ядро берет на себя функции эмуляции того, что как бы вот эти два процесса связаны друг с другом с терминалом, таким терминалом со всеми его специфичными особенностями. По сути, псевдотерминал – это, можно сказать, pipe или сокет, файловый дискриптор двусторонний, это двусторонний обмен между двумя процессами, который идет через специальный драйвер в ядре операционной системы, который позволяет наложить на этот обмен ту же самую специальную обработку, которая у нас была в случае аппаратных терминалов. То есть, Ctrl-C, Ctrl-D, буферизация, эхо, канонический, неканонический режим. То есть, всем этим занимается драйвер в ядре, а с двух сторон у нас просто процесс. То есть, это такой, получается, продвинутый pipe с каким-то интерактивным функционалом. Соответственно, процесс создания и использования псевдотерминалов варьировался по мере развития единых систем. Ну и в современных POSIX-ориентированных системах процесс работы с псевдотерминалами выглядит следующим образом. Во-первых, нам нужно создать... Вот у нас, как я уже сказал, уже есть два процесса, если мы работаем с псевдотерминалами. Тот процесс, который создает псевдотерминал и в каком-то смысле инициирует обмен, называется процессом мастера. В случае нашей оконной среды, вот в роли процесса мастера будет выступать вот этот самый процесс консоли, то есть вот этой оконной среды. Это у нас будет мастер. Процесс мастера создает псевдотерминал, настраивает его и потом уже запускает процесс slave, уже подключенный к нему псевдотерминал. Чтобы настроить псевдотерминал, процесс мастер должен сделать следующее. Во-первых, он должен открыть какой бы такой, что называется, специальный драйвер, который управляет созданием и уничтожением псевдотерминалов. Он здесь называется DEVPTMX. Это специальное устройство мастер псевдотерминалов. Если я хочу создать новый псевдотерминал, я обращаюсь к нему. Чтобы это сделать более удобно, у меня есть некоторая специальная функция POSIX OPEN PT, которая внутри себя открывает это устройство в каком-то соответствующем режиме. Я здесь передаю два флага RDVR, то есть я буду открывать почтение и запись. И не хочу иметь его как управляющий терминал. Вот этот файловый дескриптор, это файловый дескриптор, собственно, той стороны терминала, которая находится, которая мастер сторона терминала в терминах аппаратных устройствах. Это той стороны, которая является физическим терминалом, то есть та, которая будет отображать вывод или генерировать вывод. Уже в этот мастер файловый дескриптор можно читать и писать. То есть это не сокет, который нужно потом акцент делать. Он уже дуплексный. В него можно записывать, из него можно считать. Но пока еще другая сторона, слейв сторона, еще к терминалу не подключена. Для слейв стороны ядро генерирует специальный файл устройства. Мы его уже здесь видели в большом количестве. Девпт, мастер, девтт, всякие устройства, все эти терминалы. Когда процесс открывает ПТМХ устройство, ядро операционной системы, автоматически сгенерирует новый файл в девкаталоге. Чуть сложнее. Новый файл в девкаталоге генерирует, скорее всего, UDIF, демон. Но, тем не менее, в девкаталоге появится новый файл, который будет являться слейв стороной терминала. То есть, который нужно открыть уже, чтобы процесс мог работать с слейвом. Это механизм, чем-то аналогичный именованным каналам FIFO. Как вы помните, чтобы работать с FIFO, нам нужно открыть специальный файл FIFO. Здесь же, в терминалах, чтобы открыть мастер сторону терминала, мы используем стандартный вызов POSIX OPEN PT. А чтобы открыть слейв в сторону, мы сначала создаем специальный файл устройства в каталоге дев. Потом получаем его путь. Функция ptsname нам даст по мастер-файловому дескриптору имя терминала, который у нас будет уже на слейв стороне. И потом уже, собственно, что мы делаем? Мы потом уже можем это имя, ptsname, использовать для открытия файлов с помощью OPEN. То есть, процесс слейв, который будет находиться на другой стороне моего псевдотерминала, ему передается имя псевдотерминала, он его открывает. Обратите внимание, что он его открывает уже как в управляющем режиме. И дальше начинает с ним работать. Он перенаправляет стандартный вывод и, возможно, там стандартные ошибки. Ну, то есть, тут у меня вот эта последовательность придет к тому, что файловые дескрипторы 0, 1, 2, они у меня будут связаны с этим псевдотерминалом. Ну, и дальше, собственно, могу запустить произвольный процесс, который уже будет взаимодействовать с этим терминалом. Так, все. Вот эта вот пара мастер, то есть, та часть, тот процесс, который будет выводить данные и, соответственно, будет генерировать ввод. Плюс слейв, это процесс, который будет ввод обрабатывать, она создана. Дальше у меня появился у мастера, у меня теперь есть файловый дескриптор. МФД, у слейва, вот, в этой параметке я перенаправил три его файловые дескриптора, и, соответственно, у меня теперь получается, что мастер, точнее слейв, работает под управлением мастера. То есть, вообще говоря, процесс мастер, например, если он запишет в файловый дескриптор МФД байт 3, ctrl-c, то процесс слейв, который мы здесь запустим, он ничего не получит на стандарте поток ввода, а получит сигнал сигн, который ему будет отправлен драйвером псевдоминала ядра. Итого, для интерфейса командной строки в Unix и в постсоверентированных операционных системах, в тех случаях, когда мы используем графические интерфейсы, у нас вот используется вот такой вот интерфейс псевдотерминалов, который нам позволяет связать два произвольных процесса, как бы вот таким вот каналом, и навернув на этот канал логику уже, которую мы ожидаем от терминалов. Так, есть ли у вас вопросы по псевдотерминалам? Так, то есть вот псевдотерминалы – это еще один из способов межпроцессного взаимодействия в добавлении к тем способам, которые мы с вами уже рассмотрели на предыдущих занятиях. И получается, что псевдотерминалы точно так же привязаны к файловым дескрипторам для работы как с мастером, так и со своей стороной псевдотерминала. Если вопросов нет, давайте мы с вами сделаем перерыв на 5 минут, и дальше уже перейдем к части, это мультиплексирование ввода-вывода, организация архитуры серверного приложения. Если возражений не будет, то перерыв до 10-25 минут. Итак, продолжаем. Мы переходим к рассмотрению типовой архитектуры серверного приложения. То есть то, что называется событийно-ориентированная архитектура или событийно-ориентированная программа. У нас типичный сервер должен одновременно обслуживать много клиентов. Это могут быть как независимые клиенты, а-ля HTTP, SSH, SMTP, так и сильно зависящие и взаимодействующие друг от друга клиенты, там разного рода джаббер, игры и так далее. Помимо того, что сервер обслуживает клиентов, сервер обычно еще должен как-то реагировать на другие события, которые возникают в системе, на которой он работает. Подключение новых клиентов, возможно, какие-то таймеры, таймауты, ну, мало ли там, что может возникать у сервера. Мы можем использовать несколько типовых архитектур. То есть, во-первых, мы можем, то, как мы делали в прошлый раз, для каждого подключающегося клиента создавать отдельный процесс. Это очень простой в реализации метод, как мы видим, но он не позволяет, в общем-то, эффективно клиентам взаимодействовать друг с другом, как таковой, потому что у нас получаются разные процессы, ну, и организовать взаимодействие между процессами достаточно тяжело. Ну, и кроме того, поскольку для каждого клиента порождается отдельный процесс, то это достаточно неэффективно. Процесс – это сущность тяжелая. Если у нас, допустим, там 10 тысяч клиентов, то 10 тысяч процессов – это, в общем-то, достаточно тяжело для операционной системы, а кинем там 100 тысяч процессов – это совсем тяжело. Мы вряд ли сможем в такой архитуре обработать 100 тысяч клиентов одновременно. Мы можем вместо тяжелых стандартных процессов использовать отдельные нити, одна нить на клиента, об этом мы поговорим чуть позже. Хотя в однонитевой модели, взаимодействие между клиентами реализуется намного проще, но точно так же многонитевая модель имеет сложность с масштабированием. В принципе, конечно же, создание одной нити и ее выполнение обходится намного дешевле, чем отдельный тяжеловесный процесс, но все равно это достаточно сильная нагрузка на интероперационные системы, на планировщик интероперационной системы. И при большом количестве параллельно выполняющихся нитей планировщик будет работать не очень эффективно. И третье, что мы можем сделать, это мы можем оставить один процесс для начала, который будет пытаться одновременно обрабатывать сразу много клиентов. Это достаточно масштабируемое решение. Пока у нас, собственно, ЦПУ справляется с обработкой клиентов, мы можем произвольное количество клиентов подключать. Взаимодействие между клиентами производится очень просто, поскольку у нас и процесс один, то есть там общая память, и у нас нет проблем с синхронизацией, с дейтерейсами. Взаимодействие просто. Но вот такой однопоточный процесс, который одновременно обрабатывает новых клиентов, он достаточно сложный в реализации. Как с точки зрения используемого API операционной системы, так и с точки зрения его архитектуры. Для того, чтобы мы в рамках одного процесса могли работать с многими файловыми дескрипторами, нам нужно иметь какую-то поддержку для этого со стороны операционной системы. То есть у нас есть много файловых дескрипторов, и если процесс возьмет какой-то один, любой из этих файловых дескрипторов, и на нем заснет из-за отсутствия данных, ну вот вы помните, что если данных в сокете нет, то процесс спит. Если данных в пайпе нет, то процесс спит. Если никто подключиться не хочет, то процесс спит на акцепте. Это плохо с точки зрения других процессов, потому что другие клиенты, прошу прощения, работают независимо от этого клиента, и данные могут поступать на другие файловые дескрипторы, они будут готовы, а процесс будет спать на каком-то другом файловом дескрипторе. Так делать нельзя. То есть получается, что если мы работаем с несколькими файловыми дескрипторами одновременно, то мы не имеем права ждать готовности на каком-то одном из них, потому что это будет приводить к тому, что данные из других файловых дескрипторов не будут. Первое, что мы можем здесь попробовать сделать, это так называемый неблокирующий вотфорт. Это специальный флаг onOnBlock, который мы можем либо применить уже к открытому файловому дескриптору, либо указать во флагах открытия. Вот здесь применение флага onOnBlock уже к открытому файловому дескриптору. Если он был блокирующий, он переводится в неблокирующий режим. Что такое неблокирующий режим? У нас read и accept не будут блокировать процесс, если данных нет, а вместо этого они вернут ошибку e-gain. То есть ошибки, что данных нет. И немедленно вернут управление в процесс, который пытается выполнить системный вызов read. То есть мы можем себе представить так, что у нас, допустим, есть десяток файловых дескрипторов. Мы по этому десятку файловых дескрипторов проходимся с помощью ритмно-блокирующего режима. То есть, если какой-то из этих файловых дескрипторов уже содержит данные, мы их получим. Если данные не содержатся, мы на какой-то конкретный файловый дескриптор будем получать ошибку e-gain и будем переходить к следующему файловому дескриптору. То же самое для write. Geo-gain нам будет возвращаться, если данные в буфере вывода заполнены, и write не может выполнить операцию записи. То есть, вот такой вот неблокирующий вывод нам дает гарантию того, что процесс не заснет. При риге, аксепте или при write. Но, с другой стороны, это нехорошо, это немасштабируемо, поскольку нам нужно будет постоянно производить опрос готовности всей кучи файловых дескрипторов. Например, если у меня есть тысяча файловых дескрипторов, я для каждой этой тысячи файловых дескрипторов должен выполнить системный вызов read, чтобы понять, готовы ли нам данные или не готовы. Соответственно, у меня будет цикл активного ожидания, в котором процесс будет постоянно опрашивать состояние готовности файловых дескрипторов. Это плохо, это неэффективно с точки зрения загрузки процессора, с точки зрения энергопотребления и так далее. Поэтому такой режим работы сервера, в котором он бесконечно опрашивает готовность файловых дескрипторов, он неприемлем и не взять его так сервер. Поэтому нам требуется некоторая поддержка, специальная поддержка со стороны операционных систем, со стороны ядра операционной системы, которая нам бы дала возможность опрашивать много файловых дескрипторов за один системный вызов. Ну и помимо этого, неблокирующий вывод, о котором я здесь говорю, не работает для дисков. Конкретно в Linux он не работает для дисков. В Linux для дисков не работает ни асинхронный вывод, а ее не неблокирующий вывод. То есть он-он-блок для дисков никак не работает. То есть если у вас процесс будет ждать, процесс заблокируется на чтении с диска, то он-он-блок здесь вам не поможет. Это связано с тем, что у Linux специфичная архитектура, в котором чтение буферный кэш и страничный кэш совмещены. И по сути загрузка данных с диска загружает их и в страничный кэш одновременно. Поэтому для простоты сделано так, что нон-блок режим на дисковое устройство не распространяется. То есть состояние D, а на Interactable Sleep, о котором я говорил, оно, нон-блок с ним не работает. То есть это две особенности нон-блокирующего режима не работать с дисками и не эффективно. Поэтому, ну, мы про диски сейчас, я пока больше говорить не буду, и способ решения проблемы с диском мы пока обсуждать не будем. А вот про нон-блокирующий режим поговорим. Нам нужно на самом деле иметь какое-то средство ядра операционной системы, некоторый системный вызов, который будет ждать наступления какого-то события. Какие у нас могут быть события? Какие события мы можем захотеть отслеживать на файловых дескрипторах? Если у нас есть множество наборов файловых дескрипторов, то мы одновременно на этом наборе хотим отслеживать состояние готовности на чтение или состояние готовности на подключение или состояние закрытия соединения. То есть вот это все относится к тем событиям, которые мы отслеживаем на файловых дискриторах чтения. На файловых дискриторах записи мы отслеживаем состояние готовности к записи. То есть то, что запись в этот файловый дискритор не замаркирует процесс. Это вот набор отслеживаемых событий, которые мы хотим отслеживать на многих файловых дискриторах одновременно. Ну и до кучи, если мы уже делаем какой-то системный вызов, который нас будет ждать события, то мы можем сюда добавить поступление некоторого сигнала или просто истечения тайм-аута, истечения времени ожидания. И обратите внимание, что отслеживание события это не действительное данных. У нас здесь разделяется на две стадии. В общем-то все. Мы с помощью одного системного вызова просто ждем события готовности. Нам возвращается набор файловых дискриторах, которые готовы к выполнению операции. И уже дальше, по очереди просматривая файловые дискриторы, готовые к выполнению операции, мы на них уже выполняем чтение или запись данных. То есть вот где фаза. Фаза обмена данными и фаза ожидания готовности данных. И вот таких вот системных вызовов за время развития Unix систем появилось несколько. Самый старый, который появился еще примерно тогда же, когда появились механизмы сокетов, то есть 4.3 BSD начала 80-х годов, это системный вызов Select и его современная модификация, системный вызов P-SIME. Параллельно с этим чуть позже, когда конкурирующий с BSD Unix в System 5 Unix появилась подсистема Streams, а там у них появился системный вызов Pol или его современная версия P-Pol, которая делает то же самое, что Select, то есть ожидает на множестве файловых дискриторов, но чуть-чуть по-другому. Так или иначе, и Select, и P-Pol, их можно использовать до сих пор, в принципе, их используют до сих пор, но они немного страдают от не очень хорошей масштабированности, то есть при росте числа отслеживаемых файловых дискриторов у нас увеличивается количество данных, которые нужно передать в ядро файловой системы при выполнении системного вызова Select или P-Pol. А Select, кроме этого, имеет некоторые просто захардкоженные ограничения на максимальное количество файловых дискриторов. То есть, безусловно, и Select, и P-Pol это намного более эффективные механизмы, чем нити или процессы, но даже в рамках той эффективности, которая у них, там есть растущие накладные расходы на передачу все большего количества файловых дискриторов в ядро. Поэтому в современных операционных системах пытаются сделать еще более эффективный механизм, поскольку для Highload приложений уже Select или P-Pol становится недостаточным. Для семейства FreeBSD там есть механизм Kai Events, а для Linux есть механизм E-Pol, о котором, собственно, мы сейчас и поговорим. То есть, как с помощью E-Pol организовать работу одновременно с большим количеством файловых дискриторов. Что такое E-Pol? Это механизм, как я уже сказал, ожидания событий на файловых дискриторах, в котором минимизирована настройка файловых дискриторов перед входом в системный вызов ожиданий. И все конфигурирование множества файловых дискриторов перенесено в ядро. То есть, если я хочу зарегистрировать файловый дискритор для выполнения операции, я регистрирую его в ядре с помощью системного вызова. Если нужно его дерегистрировать, я тоже его дерегистрирую из ядра. А ожидание выглядит тогда очень просто. Я просто вызываю системный вызов E-Pol Bait, передавая ему дескриптор E-Pol ожидания. Что такое E-Pol? Для создания дескриптора E-Pol используется системный вызов E-Pol Create. И как для удобства использования, скажем так, E-Pol возвращает файловый дискритор. То есть, сам по себе E-Pol следит за другими файловыми дискриторами, и сам он возвращает тоже файловый дискритор, и, в принципе, я могу делать нейрофическую систему. Я могу тот файловый дискритор, который мне вернул E-Pol, передать в какой-то другой E-Pol. Ну, я могу пытаться рекурсивно делать, но у меня там будет ошибка. Или дедлоки будут. То есть, рекурсивно делать не надо. Но делать нейрофически вполне возможно. Дальше я настраиваю множество файловых дискриторов, которые меня интересуют, с помощью системного вызова E-Pol-KTL, где у меня первый параметр – это файловый дискритор E-Pol, то есть, то, куда я добавляю или удаляю файловые дискриторы. OP – это операция. Добавление, удаление или модификации. FD – это, собственно, файловый дискритор, за которым я хочу следить. И struct E-Pol-Event – это структура дополнительных данных, связанных с этим файловым дискритором. То есть, у меня внутри получается какое-то дерево, ну, там, map, точнее, скажем так, отображающий файловый дискритор в эту структуру. И если файловый дискритор у меня будет готов к выполнению операций, обратно, я получу вот эту вот структуру. Вот, то есть, там. Здесь я указываю, и действующие у меня события, ну, как минимум, это E-Pol, если я хочу читать E-Pol, если я хочу записывать. И произвольные, ну, на самом деле, 64 бита данных, которые у меня описаны в юнионе. То есть, здесь я могу либо указатель передавать, либо файловый дискритор передавать, либо число передавать. Ядром оно никак не интерпретируется, оно мне просто вернется тогда, когда файловый дискритор будет готов к выполнению операций. Что с ним делать, должен решать я. Уже как приходная программа. Что туда передавать, решать приходная программа. Файловый дискритор указывается вот здесь, в аргументах E-Pol. Ну, и тогда, когда я хочу ждать наступления события, у меня есть системный вызов E-Pol wait или E-Pol key wait. А пивейт отличается просто от wait точно так же, как пивейт это еще six suspend одновременно. Ну, я думаю, мы им пользоваться не будем, учитывая то, что вместо сигналов мы будем использовать сигнал FD. И E-Pol wait или E-Pol p wait возвращает сюда те события, которые произошли с файловыми дискриторами. Event – это массив событий. Max event – это максимальный размер массива событий, который я передаю системе. Кроме этого, timeout издает максимальное время ожидания. Если я хочу бесконечное ожидание, я передаю минус один. Если я хочу просто проверить готовность, я передаю ноль. Иначе я какой-то передаю интервал в миллисекундах, на время которого пивейт будет заблокировано. Соответственно, чем хорош E-Pol wait, механизм E-Pol в том, что у него нет ограничения на число файловых дискриторов, которые присущи системному вызову select. То есть, ну, конечно, есть, но это системное ограничение на количество файловых дискриторов, которые я уже конфигурую в системе. Никакого дополнительного ограничения на файловые дискриторы, на их количество E-Pol не накладывает. Файловые дискриторы, множество файловых дискриторов инкрементально добавляется или удаляется из ядра минимальным количеством системных вызовов. То есть, каждый раз при вызове E-Pol wait я, в общем-то, передаю малую информацию в ядро и обмен, то есть, мало параметров, они происходят быстро, и нахладные расходы на wait минимальны. Ну, и E-Pol возвращает достаточно удобный для обработки результат. Так, вот как я сказал, что поскольку для файлового ввода-вывода не работает неблокирующий режим, точно так же для файлового ввода-вывода не работает E-Pol. То есть, если вы передадите файловый дискритор, который связан с регулярным файлом, E-Pol каждый раз вам будет его возвращать как готовый к операции. И реально вы никогда не знаете, заблокируется ваш read на работе с файлом или не сблокируется. Ну, все эти селекции, пол, пол, они вам будут давать, что файловый дискритор работает с файлом, всегда готов. Что с этим делать? Вариант один – это выносить работу с файлами в нити. Лучше, что у нас нить будет планироваться отдельно планировщикам ядра операционной системы. Если я выполняю файловый вывод в нити, конечно же, он будет выполняться параллельно с работой других нитей. Это первый вариант решения задачи файлового ввода-вывода. Второй вариант решения, ну так, вариант решения, что я могу как бы заставить ядро операционной системы загрузить с режима и файла в память с помощью системного вызова M-Map, потом, пройдясь по нему с помощью системного вызова M-Advice, попросить ядро загрузить с режима и файла в память и потом проверить, что данные доступны уже в памяти с помощью системного вызова M-Encore. Если я вот этот набор операций попробую сделать, то у меня будет какая-то гарантия, ну, примерная гарантия, что рид при чтении файла не заблокирует мучти, поскольку тогда уже, ну, данные уже лежат в памяти и рид будет просто сниматься с копированием из бутерного кэша в пространство данных пользователя. Но гарантии полной, конечно же, нет, поскольку мой процесс работает параллельно с другими процессами и что там произойдет, параллельно с ними, ну, в общем, сложно. Ну, тоже какой-то такой возможный способ, как я могу обойти проблему файлового вывода. Итак, давайте попробуем сейчас сделать какое-то, ну, постепенно сделать приложение, которое у нас будет работать с E-Pol для ожидания большого количества событий от внешних устройств и посмотрим, как работать с E-Pol. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте... Давайте... C-C-Pol. Ну, и мне много сегров тоже понравилось, естественно. Так. Мейнг. Ну, и делаю... Сначала делаю E-Pol Create. Ну, то есть, есть Legacy вызов E-Pol Create, есть там новый системный вызов E-Pol Create. Ну, флагов давайте... Вот у меня получился файловый дескриптор EFD, который я потом буду на нем ждать. Ну, сейчас мы разберемся, какие мне еще можно сюда добавить для начала файловые дескрипторы, которых я буду ждать. Ну, давайте, что у нас там есть. Давайте мы добавим сюда, например, SignalFD. cgm-tset-ss. Ну, давайте перехватывать cgm-ts. Если я работаю с пайпами и сроками то мне очень полезно заигнорировать сикпайп, чтобы не получать сикпайпы, из которых завершится весь мой процесс целиком. Я буду получать ошибки записи и их обрабатывать в контексте моей основной обработки. Допустим, я хочу еще перехватывать cgm-ts. Ну, давайте, то есть, тогда будет блокирую его cprox mask и добавляю его в множество сигналов. Так, вот у меня есть файловый дескриптор sfd. Его нужно будет теперь добавить в множество файловых дескрипторов, которые будут отслеживаться моим depo файловым дескриптором объекты. Так, давайте я. Так. Добавляю SFD с помощью системы вызова E-PolkTail. Что мне здесь нужно указать? Я игнорирую ошибки здесь. Как обычно, для демонстрационных целей считаю, что все системные вызовы у меня завершаются корректно и без ошибок. Но понятно, что в реальных программах нужно ошибки в всех этих случаях обрабатывать. Файловый дискриптор E-PolkTail. Добавляем. Файловый дискриптор сигналов. И давайте сделаем так. Структуру следующего вида. Здесь я подписываюсь на нотификации о чтении. Вот это у меня будет E-PolkTail. И, наверное, все. И в качестве второго аргумента... Так, вот у меня здесь юниор, на самом деле, точка дейта. Ну, что я могу передать? Ну, все что угодно, ну, я не знаю. Например, сам же файловый дискриптор. Это то, как я с помощью E-PolkTail буду различать, на каком файловом дискрипторе у меня произошло событие. У меня будет возвращаться структура E-PolkTail. Дальше, по тому полю, которое я здесь передал, в поле дейта, мне нужно его сделать таким, чтобы я мог понять, в каком файловом дискрипторе у меня есть. Так, соответственно, вот, теперь у меня, по крайней мере, в этом E-PolkTail есть сигналы. Ну, давайте сделаем минимальное приложение. Что мне нужно сделать, как мне ждать событий с помощью E-PolkTail? Я объявляю массив. Допустим. Struct E-Pol Event Events Я только за одного размера. И вызываю E-Pol Weight. Так. Что здесь мне нужно сделать? Я здесь передаю файловый дискриптор. Передаю массив, в который вернется событие, которые произошли. Передаю его размер. То есть максимальное количество ивентов, которые я готов обработать за один раз. Ну и передаю тайм-аут. Давайте мы тайм-аут сделаем бесконечно. Возвращаемое значение R. Это минус один при ошибке. Ну, там, в частности, E-Inter какой-нибудь может сюда прилететь. Или сюда может прилететь просто ошибка ввода. Ну, не какая-то ошибка. Ноль, если у меня случился тайм-аут. То есть тогда, когда у меня значение здесь указано соответствующее больше или больше проблем. И количество событий, которые я вернула в один случай. То есть это может быть от одного до 16. Это будет столько событий. У меня будет записано в массив ивентов. Ну, давайте тогда, что я дальше делаю. Я прохожу по массиву ивентов, и мне нужно обработать все ивенты. То есть вот у меня... Давайте я присвою. Как я теперь могу различить, что, например, файловый дескриптор сработавший у меня относится к SignalFD? Ну, например, так. Так, то есть есть ли у меня события чтения. Ну, здесь это можно даже не проверять, потому что у меня здесь только события чтения и выбраны. Сравниваю файловый дескриптор. И если эти условия выполняются, значит у меня ePol.wait завершился из-за того, что готов файловый дескриптор SignalFD. Теперь, соответственно, я могу из него безбоязненно прочитать. То есть теперь я могу сделать... Как там у меня было в SignalFD? Это структура SignalFD-SignFall. Читаю из него. И, например, там вывожу... Ну, что я тут могу вынести? Ну, что я тут могу вынести? Вот. Обратите внимание, что я должен, вообще говоря, выполнить соответствующую операцию чтения, read или accept. Иначе, если я этого не сделаю, если я read не сделаю, то у меня файловый дескриптор FD все равно останется готовым. И, вернувшись в следующий раз в ePol.wait, он у меня завершится немедленно, потому что SFD готов, и я статус готовности не сбросил с помощью чтения данных. То есть, вот, как я сказал, две фазы. Ожидание готовности с помощью ePol.wait и выборка данных с помощью read или accept для того, чтобы сбросить флаг готовности. Если я данные не считываю, я флаг готовности не сбросил. Давайте посмотрим, как это работает. Так. Так. Так, кажется, у нас ничего не происходит. Давайте разберемся, почему. Для начала поймем, где мы ожидаем. Так. Попробуем подключиться. Так. Так, мы сейчас находимся в системном вызове EpoVBait. Находимся в нем. И вроде не собираемся из него выходить. Давайте попробуем разобраться, почему. Почему это так? Так, мы создали... Добавили SFD. Так. Подключимся еще раз. Мы находимся в EpoVBait. Так, вот у нас EFD равен минус 1. А, ну прошу прощения. Да, конечно. Сказал уже, да, что нам нужно использовать EpoVBait 1. Вот, вместо него использую EpoVBait. Давайте попробуем. Так. Вот, все. Прошу извинения. Конечно же, мы используем системный вызов EpoVBait 1. Мы добавляем теперь файловый дескриптор SignalFD в множество файловых дескрипторов EpoVBait. И вот он у нас, соответственно, при нажатии на Ctrl-C будет срабатывать. И каждый раз мы из него с помощью рида вычитываем данные, чтобы сбросить флаг готовности файлового дескриптора сигнала. Ну, что мы еще можем сюда добавить? Мы можем сюда добавить таймер, например. С одной стороны, мы можем таймеры делать на уровне таймаутов EpoVBait. С другой стороны, мы можем делать таймеры, например, с помощью таймера FD. Давайте что-нибудь такое сделаем. Таймеры FD.Create. Клок.Релтайм. И флаги. Никаких флаг. И дальше, допустим, включаем таймер, чтобы он у нас срабатывал каждый раз через секунду. Ну, то есть, вот структура itime-инспек. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и устанавливаем таймер здесь. Лагов никаких не надо. Мы получили новый файловый дескриптор для таймеров. И точно так же, по аналогии с предыдущим вариантом, можно, может, отказывать свет отслеживаемых на системном вызове EpoVBait. Продолжение следует... Так, добавили. И теперь у нас здесь получается следующий if. Проверяем готовность файлового дескриптора таймера. Ну, что там мы можем сделать? Точно так же его считать. Да. Точно так же. вот у нас таймер срабатывает каждую секунду и мы выходим из цикла из и по вы это каждую секунду если мы еще добавлять контроль цена с по-прежнему таймер будет срабатывать раз в секунду и еще я ожидаю контроль цена естественно что что я могу сюда добавить ну например не знаю давайте добавим обычное чтение со стандартного потока ввода перед тем как перейти уже к сетевому взаимодействию тут опять-таки конечно правильно проверять что у нас стандартный вот не перенаправлен из файла иначе нас или пол всегда будет готов но тем не менее удавайте в простом варианте просто стандартный поток ввода добавим тепло и точно так же будем его проверить ну я очень простой вариант сделаю спасибо спасибо Например, так. Поменяйте файловый дескриптор в Wi-Fi. У вас там все еще tfd стоит. Так, новые инклуды нам требуются. Например, команда exit завершает выполнение моей программы. В общем, идея понятна, что у меня накручиваются вот такие файловые дескрипторы, которые я хочу. Я могу сейчас точно так же создать, например, файловый дескриптор сетевой с помощью сокета и потом байнда и потом листона получить файл дескриптор для сети, который точно так же будет добавлять в epl.ptl. И тогда у меня будет переключение новых клиентов, и у меня точно так же будет epl.ptl срабатывать. Чем у меня, в общем, характерна такая архитектура? Да, еще такой вот момент. Для повышения производительности, на самом деле, обмена с клиентами или с файловыми дескрипторами лучше всего даже минимизировать количество системных вызовов epl. То есть, как у меня должен выглядеть цикл обработки готовности данных? За один раз желательно считать все данные, которые там есть в файловом дескрипторе готовые. То есть, вот если, например, у меня обрабатывается несколько сигналов, и при срабатывании сигнального дескриптора, в принципе, в соответствующем файловом дескрипторе sfd у меня может быть данных больше, чем на один рит. И тогда, чтобы минимизировать вот эти вот количество переходов по циклу и входов в системный вызов epl.wate, мне желательно вычитать данные из файлового дескриптора сигналов, пока они там есть. При этом блокироваться все равно нельзя. Поэтому рекомендуемый способ использования вот таких вот механизмов типа дипола, селекта, попола в том, что все равно файловые дескрипторы переводятся в неблокирующий режим. Что это значит? Ну, давайте. У меня сигналы. В флаге я указываю sfd-nonbook. Неблокирующий режим, он распространяется только на операции обмена данными, на accept, read, write и аналогичные. Неблокирующий режим для epl.wate не действует. Все равно задача epl.wate – это ожидать наступления события. Поэтому неважно, является ли файловый дескриптор блокирующим или является неблокирующим, epl.wate ждет, пока в этом файловом дескрипторе не появятся данные для обмена. Как только данные для обмена появились, epl.wate завершается. Поэтому устанавливать неблокирующий режим у файлов дескрипторов для epl.wate безопасно. Но, с другой стороны, например, цикл, у нас вот это вычитывание данных из сигналов у нас превратится в цикл. То есть, что мы говорят, то есть, while 1, read. Если, например, rr меньше 0, и r на равняется e, a, e, то мой цикл закончился. Этот цикл пытается считать все данные, которые находятся в неблокирующем режиме. То read мне возвращает минус 1 с кодом ошибки e, 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 и на этом мой цикл завершается. Для данного примера, поскольку у меня интенсивность обмена данных, конечно, мала, то никакой разницы мы не почувствуем. Но для случая, когда интенсивность обмена данными велика, у нас чуть больше будет, собственно, более интенсивно будет проходить обмен с помощью системного вызова read. И меньше будет повторных входов в системный вызов read. То же самое я делаю с таймерами. Таймер.FD.Create. Тут у меня тоже, по-моему, есть флаг. TFD.Code.C, TFD.NoBlock. Зачем-то они здесь для каждого интерфейса свои флаги. Ну, я у таймера тоже мог повторить. И то же самое здесь, когда я жду ввода, ну, готовности таймеров, тоже у меня превращается в цикл. Файл 1. Файл 1. Файловый дискетер 0, он уже нам дан как данность. Здесь нам нужно будет его переключить в неблокирующий режим принудительно с помощью парочки системных вызовов F-Cin-T. Файловый дискетер 0, он уже нам данный момент. Файловый дискетер 0, он уже данный момент. get flag файловый дескриптор 0 и 0 card centel здесь я существующий файловый дескриптор переключил в неблокирующий режим то же самое можно делать с файловыми дескрипторами сокетов, акцептов для вызова акцепта сейчас мы это примерно так centel конечно же нужно добавить и точно так же можно накапливать все это в буфер, но тем не менее и так далее то есть теперь у меня по сути я возвращаюсь к неблокирующему режиму, но на некотором более уже продвинутом уровне, что в основном за ожидание готовности файловых дескрипторов у меня отвечает специальный системный вызов epow.wait а уже данные из него вычитываю я уже в неблокирующем режиме, чтобы вычитать с одной стороны максимум данных, которые есть в файловом дескрипторе, поскольку я не знаю сколько там данных априори а с другой стороны не заблокировать процесс в случае, когда у меня данные кончаются так собственно что вот и так постепенно мы будем наращивать сюда разные файловые дескрипторы подтягивать ну например тот же самый сокет создаю файловый дескриптор сокета с помощью так pf.inet сокстрим 0 так дальше выполняю для него bind и так будет так посмотреть, как мы там в прошлый раз писали. Андрей здесь использовал хинты и гетодеринфо использовал совсем и выполнил байд. Если я правильно написал. Сейчас проверим. Нет, дб. А, нет. Нет, нет. Так, посмотрим. Да, по крайней мере, все скомпилировалось. Вот у меня сокет. Теперь он будет слушающим. Ну и заодно я могу его тоже, поскольку у меня сокет уже готовый файловый дескриптор, мне его будет иметь смысл переключить в неблокирующий режим с помощью того же самого fcntl, с которого я начинал для std. Все, у нас появился еще один файловый дескриптор, на котором мы ожидаем новых подключений. И тогда добавляю его по аналогии. И точно так же я пропасываю вот тоже по аналогии. И там у меня подключается еще один файловый дескриптор. И здесь тоже в бесконечном цикле, поскольку он у меня неблокирующий. И я выполняю акцепты на каждого нового подключающегося клиента. То есть вот то, что у меня написано здесь, в районе фрагмент кода, он переносится сюда. Он только файловый дескриптор сделает. Значит, что здесь я делаю дальше? У меня акцепт создает новый файловый дескриптор. Вот он, cfd. Так, и на самом деле акцепт стандартный файловый дескриптор. В ватсепте, наверное, другой файловый дескриптор нужно. Сейчас, да, поправлю. Я получаю новый файловый дескриптор cfd, который, вообще говоря, мне, получается, нужно будет тоже отслеживать. Это у меня будет файловый дескриптор. У меня файловый дескриптор остается в списке отслеживаемых, сейчас не происходит, потому что я хочу принимать много подключения. Но и cfd нужно добавить в отслеживаемые файловые дескрипторы. Ну, дальше уже понятно, что в этот момент я могу захотеть создать какую-то структуру данных для всех клиентов, там это будет список, либо мэп, либо вектор, что-то еще, чтобы уже, например, для каждого клиента в специальной структуре хранить его состояние. Ну, давайте в самом простом варианте я просто добавлю вот этот вот cfd в список файловых дескрипторов, которые отслеживаются на depo.wate. Так, единственное, что мне здесь нужно чуть-чуть переписать. Давайте я вот здесь сделаю else-if цепочкой. То есть я здесь проверяю, сначала проверяю специфические файловые дескрипторы, а потом в конце проверю файловый дескриптор общего вида, значит, просто else-if цепочкой. На котором буду уже выполнять момент данных. Так, получил новый файловый дескриптор, добавляю его, то есть struct, скопирую сверху откуда-то. Файловый дескриптор клиента, файловый дескриптор клиента и по-прежнему только на 4. Так, собственно, дальше вот у меня последний else, в котором все мои предыдущие файловые дескрипторы проделал и обработал. А теперь это у меня будут файловые дескрипторы, условно говоря, данных, поступающих от клиента. Ну, тоже давайте я просто буду вычитывать. Так, какой-то буш. Ну, по сути, как здесь будет. Так. Все данные считаны. Если у меня, допустим, z меньше либо равно 0, то есть если у меня произошла ошибка или наступил признак конца файла, то я разрегистрирую мой файловый дескриптор и его закрываю. В противном случае считаю данными так. И по КТЛ. И по КТЛ. Давайте посмотрим, как все это работает. Так, у меня там порт, вот, срабатывает таймер, порт 1.1.2.3.4, кажется. Значит, netcat localhost 1.1.2.3.4, вот, подключился. Вот какие-то данные в него приходят из файлового дескриптора 7. Давайте другим клиентам подключусь. nc localhost 1.1.2.3.4, так. Что? Кажется, да. Какой-то момент не сумерло. Давайте еще раз попробуем. Порт занят. Порт занят. Срабатывают таймеры. Находят сообщения. А, ну, конечно. Какую ошибку я здесь сделал? Когда у меня accept вернул мой новый файловый дескриптор, вот этот вот новый файловый дескриптор был, имеет вполне себе включенный блокирующий режим. Соответственно, что у меня происходит? Я здесь вошел в цикл рида, и поскольку файловый дескриптор CFD блокирующий, я никогда из этого цикла не выхожу. Поэтому у меня получается, что перестают приходить таймерные алерты, перестают приходить сигнальные алерты, и все ломается. Надо не забыть новый файловый дескриптор, тоже переключать в неблокирующий режим. Давайте сюда добавим. Accept. Так, вот сюда получается. CFD файловый дескриптор. И проверим, что все работает. Тут еще такой момент, сразу же упомяну, что мы видим, что, скорее всего, здесь bind нам не дает привязаться к порту 1.2.3.5, потому что у меня только что завершилась программа, которая его, этот порт, использовала. Чтобы сразу после завершения программы, которая подавлялась к какому-нибудь порту, ее можно было перезапустить. Ну, в общем, магическое заклинание, скажем так. Нам нужно в момент то байнда, когда мы создали сокет, но перед вызовом байнда. Выполнить setsoCopt сокет fd fd level so socket это заклинание нам позволит повторно использовать слушающий сокет сразу же после того, как завершился серверный программ. Давайте попробуем мы его сделать. Я вернусь на порт 1.2.3.4, который у меня здесь был. Так. Запускаемся. По крайней мере, мы таймер приходит. Давайте теперь подключимся к плату 1.2.3.4. Подключились. Отправляем событие и таймер по-прежнему. Не устанавливается. Так. Теперь подключаемся к другому процессу. Собственно, вот теперь все работает. Давайте, подводя итог. Значит, конечно же, это очень упрощенная модель. Здесь я не храню никакое состояние клиентов, а выполняю просто низкоуровневое подключение, выполняю низкоуровневое ожидание на вид полу выйти и последующую обработку стадии готовности моих файловых дискрипторов. То есть тут важно то, что у меня все файловые дискрипторы находятся в неблокирующем режиме. Ну и если мы посмотрим, во что превращается моя программа вот при таком подходе. У меня здесь есть на самом деле одна точка в программе, где процесс может заблокироваться. И эта точка как раз системный вызов EpoVate. Во всех других местах, если выполняется какой-то вот вывод, будь то это read или будь то write, он должен быть неблокирующим. Иначе, если мой процесс заблокируется на каком-то другом системном вызове, кроме EpoVate, это будет понятно, что все, по сути, его нормальная работа на этом приостановится. Поэтому, в общем-то, в корректной программе еще нужно корректно отслеживать готовность к записи. Потому что вот в этом примере я тут неявно предполагал, что я уже запись делаю всегда не блокируясь. Для простой иллюстрации это нормально. А если, например, мы в более сложном приложении еще будем что-то записывать в сокет, мы должны ожидать того, что рано или поздно у нас запись в сокет заблокируется, ну просто потому, что канал данных слишком медленный и не справляется с данными, которые мы записываем. То есть вот получается, что в EpoVate, который у нас здесь находится, мы должны проверять и готовность на чтение, и готовность на запись. И в программе мы должны, соответственно, как только у нас программа, как и сочи, в данной сноте готовы, мы их читаем. Результат работы программы, если мы должны что-то отослать, мы не отслаем немедленно, а накапливаем в каком-то выходном буфере. И когда соответствующий файловый дискриптор будет готов на запись, мы кусочки этого буфера отправляем на запись. И программа... Вот, по сути, у нас вот так и выглядит. Это бесконечный цикл. Ждем любого события, обрабатываем события. Вот это типичная модель событийно-ориентированной программы. И все наши событияно-ориентированные программы, с которыми мы сталкиваемся, они устроены именно так. В частности, все графические интерфейсы точно так же устроены. У нас есть некоторая... Единственная точка входа, по сути, это какой-то диспетчер событий, который выбирает события из очереди событий. Здесь у нас, в нашем примере с E-полом, это низкоуровневые события готовности файловых дискрипторов. А в случае с графическим интерфейсом, какие-то более высокоуровневые события, нажатие кнопки или перемещение мышки, или там не знаю, что мы подписались. Потом мы это все обрабатываем, потом снова ожидаем поступления событий. И те, кто писали графические интерфейсы, наверное, знают, что в обработчиках событий мы не можем затеивать длительных операций, которые как раз у нас будут блокировать нормальную обработку входящих событий от интерфейса. Поэтому событийно-ориентированная программа по сути, настроится по принципу автомата. Ну, как бы, конечного автомата говорить неправильно, просто какого-то автомата. При этом у нас переходы между состоянием происходят по событиям, в простом примере, по событиям готовности файловых дискрипторов. Вот эти все переходы, то есть выполняемые действия, они ни при каких условиях не должны блокировать процесс. То есть что делает это действие? Действие обрабатывает кусочек ввода, возможно, формирует какой-то кусочек ввода и записывает кусочек ввода в выходной буфер. Ну и, соответственно, вот сам автомат, он там по готовности выходных данных записывает кусочки выходных данных, по готовности входных данных он переходит на кусочек обработки, ну и так далее. Те, кто сталкивались с конечными автоматами и просто с автоматами, наверное, себе представляют, как выглядит программа в этом случае. Она выглядит, как такая вот своего рода лапша из очень мелких действий. По сути, мы всю нашу логику программы дробим на мелкие неблокирующие действия, которые у нас перемежаются вот этими вот возвратами в ожидании внешних событий. Мы описываем кучу состояний, через которые проходит наша программа. И вот так вот каждое состояние, ну там, очень маленькое действие. Это эффективно, да. Это позволяет делать масштабируемые программы, но это очень контринтуитивно на самом деле. То есть, вот раздробить... Ну, человеку нужно сильно напрячься, чтобы обычную линейную логику выполнения программы раздробить на кучу мелких действий с переходами между этими действиями. Поэтому событийно-ориентированная модель, она, ну, получается, она достаточно низкоуровневая. Она позволяет хорошо реагировать на возникающие ситуации и их эффективно обрабатывать. Но программировать событийно-ориентированную модель очень тяжело. Поэтому над событийно-ориентированной моделью уже делаются разные надстройки, которые, в частности, с чем вы, скорее, может быть, и знакомы, это надстройки асинхронного выполнения. которые есть в многих там высокоуровневых языках, которые, типа, сейчас пытаются завести и в C++ тоже. Но понятно, что там есть с этим некоторые сложности. Что значит модель асинхронного выполнения? Ну, я как пример приведу, это не есть реальная программа на C, конечно же. Ну, я не знаю. Вот, например. Так. Гипотетически я что делаю? Например, я await так, конечно. Спасибо. вот эта модель по сути некоторые высокоуровневая надстройка над субъективным программированием здесь от компилятора ну или там от среды выполнения ожидается так что произойдет переход в новое состояние произойдет переход вот в некоторый гипотетический пол на котором мы будем ожидать ввода готовности воды со стандартного потока ввода после того как условный условный асинхронный сканов мне полностью данные сформирует там причем внутри будет под капотом многократное переключение состояния между какими-то кусочками чтения кусочки выработки сканова когда у меня данные будут готовы я вернусь обратно вот в этот цикл в то есть под капотом вот эти все эвейты это по сути есть некоторые перепрога автоматически запрограммированные компилятором или средой выполнения вот типичная вот это вот асинхронная событийно ориентированная модель в котором вот этот вот код программы у меня нарезан на маленькие состояния и собственно вот автоматически генерируются переходы между состояниями когда у меня вот готов ли там когда у меня принято то есть все внутри сводится к этому к тому что вот здесь написано на низком уровне здесь как бы возможно поддержка компилятора но понятно что нам нужно сделать и поддержки компилятора по сути нам нужно чтобы вот это все весь локальный контекст все вот это вот все локальные перемены вынести из стека перенести в какую-то структуру в котором они будут храниться ну где-то еще они стеки потому что собственно у нас функция сканф ну а что она там может превратиться вообще превратиться какой-то свинч по состоянию ну и как может опять плюсовный фрагмент то есть что я здесь делаю кризис выцканф так а ну выцканф это у меня какое-то состояние которым я жду сканфа потом допустим у меня будет сканф рэдди а и и Так, какой-то там был дан. Там, не знаю. Там, не знаю. Это условное, опять-таки, условное обозначение, но принцип понятен. То есть я вот этот вот код, который для человека выглядит как последовательность действий, на самом деле разрываю на маленькие кусочки, которые, каждый из которых выполняет какую-то часть функционала, и переводит нашу функцию в новое состояние. Вот это все может делать компилятор. Добавить нам сюда, вот в эту машину состояние, которое у нас накручивается вокруг типа weight, и, собственно, у нашего фреймворка событийно-ориентированного программирования. Так, ну, здесь возможны другие реализации, понятное дело, scanf и print. Здесь вот эта вот реализация, которую я здесь привел, она основана на введении состояний. С другой стороны, я могу примерно похоже реализовывать с помощью то, что называется пользовательских нитей. То есть у меня будет функция scanf, тоже некоторая асинхронность scanf, которая умеет переключать выполнение пользовательской нити между, собственно, пользовательской функцией и каким-то другим кодом диспетчера. То есть я могу отчасти, вот код, который обычно в ядрах операционных систем выполняется скейт-планировщиком, который там в любой момент может прекратить выполнение соответствующей программы и переключиться на другую программу, в упрощенном виде я могу внести в код процесса, в виде так называемых зеленых нитей и переключаться между зелеными нитами, каждой зеленой нити просто, по сути, маленький степ для выполнения, тогда, когда соответствующая зеленая нить должна была бы заблокироваться. Это второй подход, который основан на реализации с помощью зеленых нитей. Первый – это вот преобразование в машину состояния. Тем не менее, вот внутри на низком уровне мы видим вот такую событийно-ориентированную модель, а на более высоком уровне можно работать в секретном виде. Вот суть, на самом деле, событийно-ориентированного программирования и суть реализации high-load, такого высоконагруженного, высоконагруженной обработки сообщений в современных операционных системах. E-Pol-Wade плюс потом цикл по обработке событий, которые нам поступили как результат E-Pol-Wade. Так вот. Есть ли у вас вопросы к тому, что я сейчас попытался рассказать? Да, есть один маленький вопросик. Вот по поводу нон-блока. Вот когда мы делаем read, и нам прилетает E-Again, это происходит в случае, если у нас еще данных в файлах на дескрипторе нету, правильно? Да. А если их там еще нету, вот почему нам прилетает условно ивент? Вот этот вот момент. Когда они там появятся, нам прилетит ивент. А если ивент прилетел? Там хотя бы одна порция данных там есть. А зачем тогда условно проверять на то, что у нас потому что мы хотим считать больше, чем одной порции данных. То есть у нас, когда нам ивент прилетел, вот здесь вот, у нас хотя бы один раз ритм сработает. У нас есть хотя бы одна порция данных. Но у нас может быть больше, чем одна порция данных. Две, три, там я не знаю, сколько у нас в бухере накопилось. И я хочу их считать вот здесь вот внутри, не возвращаясь обратно в E-Pol-Wade. А, то есть условно, если у нас там накопились какие-то блоки данных, мы сразу пока можем, все считаем и потом уже выйдем. Да, именно так. Мы пока можем, считаем все. Все, что накопилось у нас к моменту, когда мы попали сюда. Понятно. Спасибо. Так, а если мы считаем не все, то у нас как произойдет добавление в E-Pol снова? Когда-то у нас что-то еще спишется? Как только мы, если у нас какие-то данные так и остались готовыми, E-Pol нас снова вернет то, что данные готовы. То есть самый простой вариант, я сказал уже, считывать по одному. Мы считали, что данные очень интенсивные, получается, что у нас, ну, как бы, условно говоря, когда мы вычитываем по готовности ридом, у нас там будет один лишний системный вызов, который нам E-Gain вернет. А если мы один раз будем читывать порцию по одному, будем читывать, у нас, по сути, будет в два раза больше системных вызовов. Так, а можно еще вот к работе с соединением с помощью сокета, который мы получали? Вот, то есть самый нижний if. Почему вот мы тогда, когда вводили одну строчку, enter, вот, между первой и второй строчкой, почему у нас сразу не выкидывало? Ну, вот что бы я понял. Я не понимаю, механизм, как у нас будет заканчиваться связь. А как? Вот я строчку ввел. Вот я только что рассказывал, даже про терминал. Вот у нас терминал. Я ввел строчку. Она попала в программу NC. NC ее передало в мой сервер. Сервер ее напечатал. Дальше NC ждет ввода в следующей строчке. С чего мы здесь должны заканчиваться? А, понятно. То есть несколько раз оно в e-ball прилетает с этого дескриптера. Ну, здесь же не закрыты файлы в дескриптере. Если я здесь закрою его, то я его закрою. Все, мне почему-то показалось, что оно за один раз обрабатывает все. Нет. Каждый раз будет что-то прилетать. Пожалуйста. Спасибо. А это получается, что если мы в одном файл в дескриптере постоянно выдаем данные, то у нас все равно программа получается зациклится, да? Не понял вопрос еще раз. Ну, поскольку вы сказали то, что мы, даже если мы передаем данные по частям, мы все равно ждем, пока мы полностью не считаем read. и только после этого выходим из нашего вот этого вайла. смотрите, read вот здесь вот мне вернет e-gain, и я вернусь обратно к e-ball. У меня, видите, у меня, в общем-то, таймер срабатывает. То есть я кусочек сочетал, дальше мне read вернул e-gain, и я снова ушел в e-ball. А если я, допустим, вот буду постоянно отправлять, допустим, напишу еще одну программу, которая будет постоянно отправлять на вот этот поток? Ну, отправляйте. Ну, смотрите, это все теперь будет зависеть от того, от скорости, с которой передаются данные, скорости, с которой принимаются данные. Успевают ли они поступить во входной буфер? Если успевают, да, то там на той стороне мы все время будем вычитывать из этого входного буфера. Но как только вы чуть-чуть не успели, и сервер все из входного буфера сочетал, он вернется снова к e-ball. А, все, понял. Ну, я просто имел в виду то, что это некая защита от спама, то есть если, допустим, постоянно идет Ну, вы можете реализовать, да, что там больше какого-то числа раз не считывать. Это уже вам в качестве разной защиты можно делать. Так, еще вопросы? Ну, собственно, вот получается некоторый такой итоговый на самом деле результат. Это наша программа-сервер, которая использует все, что мы знаем про системные вызовы, про работу и с сокетами, и с файлами, и дискрипторами, и со всем. В следующий раз, через неделю, мы с вами уже начнем переходить к нитям, ну и там в следующий раз, через неделю у нас будет еще одна контрольная работа. Все, тогда спасибо за внимание. Всем до свидания, до следующего раза. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...